Это программа «Вечер вместе». Я Никита Кочергов. Здравствуйте. Более полутора миллиарда рублей за 2023 год воронежцы перевели мошенникам. За январь 2024 года в регионе уже зарегистрировано 900 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В первый месяц нового года доверчивые воронежцы добровольно расстались сотни миллионов рублей. Некоторые, набрав при этом кредитов. В студии заместитель начальника отдела уголовного розыска, начальник отделения по раскрытию преступлений общеуголовной направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий у МВД России по городу Воронежу, подполковник полиции Андрей Жилин. Поговорим о проблеме. Андрей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, в принципе, чуть-чуть я вот по цифрам сориентировал нашу аудиторию. Если более, ну что ли, глубже и серьезнее о статистике, какая она на данный момент? На данный момент, я, наверное, начну с 2023 года, да, за 2023 год зарегистрировано 9700 преступлений, в категории совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 25% выше 2022 года. То есть у нас в 2022 году 7700 преступлений было зарегистрировано. Ущерб, да, действительно, более полутора миллионов рублей. Три миллиарда? Миллиардов. Миллиардов рублей, да, извините. Вот. В этом году уже за январь порядка 900 преступлений зарегистрировано тоже. Ну, преступления в данной категории у нас с каждым годом растет. Растут ущербы, причиненные потерпевшим. Ну, профилактическую работу проводим в данном направлении, но пока все равно некоторые граждане не знают, не осведомлены в связи с этим вот управлением Министерства внутренних дел. В настоящее время проводится профилактическая акция, вот, где задействованы все сотрудники полиции. Участковые у нас ходят по домам, сотрудники ПДН входят в школу, ну, сотрудники ППС. Сейчас вручают памятки, разработаны специальные памятки профилактического характера. Людям они вручаются, проводятся с ними профилактические беседы, вот, разъясняются основные виды мошенничества, способы их совершения, ну, и как уберечь себя, какие меры предпринять, чтобы не стать жертвой мошенничества. Да, ну, очень как-то странно. Мы говорим с вами про преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной технологии. То есть сейчас о проблеме, о которой мы сегодня с вами затронули, мы говорим по телевидению, по радио, через интернет-ресурсы. Ну, чуть ли не пуш-уведомления приходят, ну, кстати, в том числе от банков, чтобы не попадаться на уловки мошенников. И схемы-то, наверное, одни и те же, а получается количество, так скажем, ограбленных растет. А всегда ли схемы одинаковые? Или, может быть, внедряются какие-то новые, поэтому люди продолжают отдавать деньги? Ну, как бы схемы совершенствуются, да, если, допустим, в 2020-2021 году потерпевшим звонили исключительно сотрудники банков, якобы службы безопасности банков, поясняли, что на их нищета происходит покушение, их срочно необходимо перевести на безопасный счет, то в настоящее время, помимо сотрудников банка, да, изначально звонит якобы сотрудник банка, который поясняет, что происходит списание денежных средств. Впоследствии в телефонный разговор подключается сотрудник какого-либо силового ведомства, ведомства ФСБ, полиции, следственного комитета. Опять якобы? Якобы, да. Который продолжает историю сотрудника банка. Также подключается сотрудник Росфинмониторинга, ну и разыгрывает спектакль перед потерпевшим, скажем так, и убеждает его, что в отношении него происходят мошеннические действия, что срочно необходимо снять денежные средства, перевести на безопасный счет. Впоследствии, когда денежные средства, уже находящиеся на счетах потерпевшего, уже переведены, поясняют, что с доверенностью от его имени где-то пытаются оформить на него кредит. Необходимо срочно бежать в банк и оформить кредит на такую же сумму. И перевести эти денежные средства на безопасный счет. Да, впоследствии, как закончится расследование уголовного дела, все преступники будут пойманы, эти денежные средства вернутся. В итоге люди неделями ходят по банкам, набирают на себя огромные кредиты, которые переводят впоследствии мошенников. Ну вот, кстати, недавняя история про педагога, женщину 49 лет. Там и банковские работники отговаривали, и впрямую говорят, что, скорее всего, это мошеннические действия. И, собственно, родственники, насколько нам стало известно, тоже отговаривали. Но женщина была увлечена процессом, потому что она была якобы участником оперативно-розыскных мероприятий. Вот давайте просветим. Вы вообще пользуетесь такой возможностью, как привлечь обычного гражданина к оперативно-розыскным мероприятиям в таких масштабах? Нет, в таких масштабах мы не пользуемся. Но мошенники сейчас тоже на новый уровень переходят. Они звонят по видеосвязи, по скайпу, где он сидит в форме сотрудника полиции, ФСБ. Потерпевшему он звонит, где у него кабинет, флаги, фотографии висят. Все убедительно. Да, предупреждает потерпевшего о неразглашении. И многие люди уверены, что с ними разговаривает действительно сотрудник и боится разгласить своим родственникам данные факты. То есть дар убеждения у них, скажем так, есть. Да, мошенники, они убедительные, судя по суммам. А кто же, получается, сейчас становится жертвами? То есть если раньше мы, встречаясь в том числе в этой студии, с вами говорили о том, что это достаточно уже взрослое население нашего региона, да и страны в целом, то вот сейчас я упомяну преподаватель, человек с образованием, 49 лет. Ну, казалось бы, не пожилая женщина однозначно. И до этого 22-летний молодой человек, 30-35 лет. Все это есть. Так ли стали уязвимы? Или, может быть, у нас стали люди пожилого возраста уже более сообразительнее, чем молодежь? Или как это? Ну, пожилого возраста тоже у нас часто происходит в отношении них мошенничество. Это основной предлог, по которому совершается в отношении пожилых граждан, это родственник попал в беду. Да, там у нас бабушки, дедушки страдают. А остальные виды мошенничества – это инвестирование в биржи, блокировка банковского счета, незаконное оформление кредита, фишинговые сайты. Тут подвержены все возрасты и люди разных профессий, социального статуса. У нас сейчас новый предлог мошенничества. Ну, как новый? Ну, уже в течение полугода, наверное, точно, да, где человеку поступает сообщение в телеграм-канале, да, якобы от его руководителя, директора, там, организации, где, ну, как бы делают поддельную страницу в телеграме. Вот, и пишут, что называют сообщение по имени-отчеству, там, у наших кураторов с ФСБ, с полицией, там, есть к вам вопросы, необходимо на них ответить и следовать их инструкциям, да. Впоследствии в том же телеграм-канале уже происходит звонок, где представляются также сотрудниками силового ведомства какого-то, ну, и опять продолжается разыгрываться спектакль, что с ваших счетов пытаются перевести денежные средства на финансирование террористической деятельности, и их необходимо снять, перевести на безопасный счет. В общем, песня та же, но иногда... Задействуется новый актер. Да, вот как получается. А что за история с звонками от телефонных операторов? Вот тоже один из новых, наверное, способов. Ну да, сейчас достаточно увеличились они, да, потерпевшим звонят, поясняют, что срок действия сим-карты подходит к концу, и необходимо, с целью продления действия сим-карты, необходимо назвать код, который придет вам по смс. Ну, потерпевшие довольно часто теряются, не понимают, что сим-карту не надо продлевать, то есть она бессрочная, им приходит код, они называют его мошенников, ну, потом различные манипуляции происходят, или подключаются к госуслугам, и через госуслуги потом направляют заявки от имени потерпевшего о себе банки, или перевыпускают сим-карту, делают клон сим-карты, которая подвязана к банковской карте. Ну, цель всегда одна – похитить денежные средства. Ну, с другой стороны, с госуслугами странно, потому что ведь если ты заходишь сам на госуслуги, тебе сразу начинают везде маячить. Либо двухтапная проверка, либо тут же приходят еще и на почту, что совершен вход, то есть как бы можно среагировать, но, видимо, люди так или иначе не обращаются, что ли, на это внимания, или не подключают всевозможные, наверное, ресурсы, что стоило бы, наверное, сделать. А давайте тогда вот еще объясним нашей аудитории, а можно ли вообще взять кредит, или перевести, взломав счет, перевести деньги на, условно, другой счет. Ну, вот этими историями обычно пользуются мошенники без участия самого человека. Без участия самого человека нельзя так сделать. Единственное, мошенники могут воспользоваться, если найдут где-то копию паспорта человека и оформить микрокредит микрофинансовой организации. Да, такое встречается довольно часто, но большие кредиты в банках, в нормальных, ну, никто не оформит, а если и оформят от имени потерпевшего, но без его участия, то здесь будет отвечать банк, то есть служба безопасности банка пропустила это, и, то есть, причинен ущерб будет банку. А люди у нас до сих пор не понимают этого. Ну, вот поэтому мы с вами и в очередной раз говорим про это. А вообще вернуть утраченное, возможно ли это? Возможно, необходимо в гражданском порядке обращаться с иском к владельцам банковских карт, на которые перевели денежные средства. Уже есть судебные прецеденты, где денежные средства возвращались. Как правило, переводятся денежные средства на банковские карты, ну, скажем так, которые владелец продал, якобы потерял. Ну, если он продал, то он должен уже нести ответственность. Если потерял, он должен уведомить банк, что он ее потерял, чтобы ее заблокировать. Ну, уже в других субъектах Российской Федерации есть прецеденты, да, где обращались потерпевшие к владельцам банковских карт, и их обязали возмещать ту сумму, которая поступила на их банковскую карту от потерпевшего. А если речь идет о крупных суммах, которые люди идут, самостоятельно берут взаймы у кредитной организации, переводят самостоятельно, здесь они остаются с долгами, получается? Ну, пока да, к сожалению. А поймать мошенника, который все это организовал? Ну, поймать достаточно сложно, потому что вот такие мошенничества, ну, они хорошо организованы, то есть созданы целые колл-центры, которые находятся в основном за территорией Российской Федерации. У нас в основном ловится вот это курьеры, по теме сын, родственник попал в ДТП, да, которые непосредственно приходят и забирают денежные средства у бабушек, дедушек. А они в курсе, что они нарушают закон? Основная масса – да, потому что мошенники, которые осуществляют звонки, заставляют их как бы обезопасить себя, заставляют их снимать видео, где он стоит с паспортом своим, ну, то есть, чтобы этот курьер не захотел кинуть самих звонящих, то есть именно перевел денежные средства им. Поэтому все они знают. Хитро? Да. А какой человек или в какую ситуацию попавший осознанно идет на вот это преступление, я имею в виду курьера? То есть это человек, который сам в долгах, или человек, который, собственно, может быть, привлекался до этого? Да нет, ну, сейчас у нас прям очень молодые люди, студенты идут на это все, легкий заработок ищут. Находят они все это в телеграм-каналах. А сколько за этот легкий заработок? Максимальное наказание? Ну, смотря от сумок, которые они заберут. Ну, средняя сумма, как вы... Ты и миллион забирали до 10 лет. До 10 лет за легкий заработок. Ну, это так, чтобы... Мне кажется, это важно, чтобы это прозвучало в рамках нашей программы, чтобы было понятно. Легкий заработок, незаконный легкий заработок, это до 10 лет лишения свободы. Вот вы сказали, что сейчас все сотрудники, все ваши коллеги от участкового и далее привлечены к этой работе. А какая она, работа, ведется? Это оповещение? Что еще в рамках мероприятий? Вот участковый ходит по квартирам, да, по квартирный обход делает, доводит основные виды мошенничества, выручает памятки. Сотрудники ПДН ходят по школам, детским садам, где тоже проводят беседу с сотрудниками образовательного, скажем так, сектора. Расклеиваем памятки, размещаем на информационных стендах в подъездах жилых домов. Очень нам помог департамент имущественных и земельных отношений. По нашей просьбе разместили на электронных баннерах наших памяток, порядка 40 баннеров по городу Воронежу, где размещены наши памятки. Радиостанции тоже нам очень помогли, были направлены письма, где крутятся звуковые и профилактические ролики. В крупные ТЦ, торговые центры города Воронежа, были направлены письма тоже с видео, аудио, роликами, где тоже в местах массового скопления людей они распространяются. В маршрутных такси тоже были расклеены данные памятки. Работа большая была сделана. И охват большой. Если сейчас в качестве совета или напоминания, как себя обезопасить от последствий мошеннических действий? Не брать телефон из незнакомых номеров. Если все-таки вы взяли и вам там представили сотрудникам полиции или сотрудникам банка требуют перевезти куда-то денежные средства, сбросить разговор, позвонить или в полицию, или в банк по телефону, который указан на оборотной стороне карты. помнить, что в мессенджерах сотрудники полиции банка никогда не звонят. У нас в последнее время сейчас мошенники начали звонить в телеграм, ватсап. Сохранять спокойствие, не вдаваться в панику. Беречь свои денежные средства. Ну да, честно, заработанные. Ну и, наверное, кто хочет пощекотать себе нервы, не принимайте участие в оперативно-розыскных мероприятиях в плане того, что я вот сейчас внедрюсь, а потом сообщу. Потому что, наверное, есть и такие. Еще хотелось бы сказать, вот у нас тоже большое число мошенничеств в последнее время, это инвестиции в брокерские конторы, в акции, в какие-то, игра на бирже, где тоже переводят денежные средства в большой массе. Да, там небольшие суммы позволяют выводить потерпевшему, чтобы потерпевший впоследствии перевел еще больше. Да, а в итоге все остаются ни с чем. Все остаются ни с чем. Ну что ж, будем стараться быть бдительнее, наверное, и работать со своими друзьями, коллегами, более старшими, родственниками, объясняя им, что бесплатный сыр только в мышеловке. Да. Спасибо. И до встречи. Спасибо. Это была программа «Вечер вместе». Спасибо и вам, что были с нами. И до встречи в эфире. «Вечер вместе». «Вечер вместе» «Вечер вместе». Субтитры создавал DimaTorzok